Валерий, приветствую вас. Добрый день. Как самочувствие? Нормально. На территории округа нахожусь в настоящее время. Поэтому живем жизнью Донецкой области, Донбасса. И надеемся на лучшее в этом году. А вы в Дружковке? Да, в настоящее время я приехал буквально как два дня на территорию своего округа, в городе Дружковке, где я проживаю постоянно. Поэтому встречаюсь с людьми, узнаю проблемы на предприятиях. Хотя сейчас на сегодня проблем, конечно же, очень много. И, в общем-то, можно даже не выходя из дома, почувствовать, что же происходит на территории округа. Да, и очень приятно, что у нас такой телемост. Киев-Дружковка, Донецкая область. Но, по сути, мы с вами земляки, поэтому не чувствуется расстояние. Вы знаете, я брал интервью много у кого сейчас из Донецкой области. И в Минограде, и в Покровске. И вот санитарные меры, которые были введены в марте на Донецкой область. Во-первых, мне они непонятны, почему вдруг там так резко все начало водиться, ограничивать движение в области и закрыть ОРДЛО от наших же граждан. Я просто очень-очень жестко это все раскритиковал. И когда я задал вопрос одному нашему земляку в Покровске. А вот, ну как вам, Орд Андрей, мы и так живем в условиях фактически военного положения, ограниченной меры, уже 6 лет. То, что паспорт нужно еще где-то показать, ну для нас это не норма. Как вы это восприняли, вот этот первый период? Я знаю, что вы туда ездите за последний месяц уже не раз были. Что там, как это все воспринимается обществом и людьми? Ну, вы знаете, в том, что, конечно, мы работаем не просто приезжаемся, появляемся на округе, а работаем с населением. Почему? Потому что сегодня, к сожалению, так получилось, что многие функции государства приходят собрать на себя. В том числе и с гуманитарными грузами. Это в первую очередь средства защиты медработников. И мне пришлось посещать все инфекционные больницы Дружковки. Это две больницы города Констиновки. Областную больницу, амбулаторию Констиновского и Покровского района с целью для того, чтобы раздать первые средства защиты, в первую очередь, для медработников. Также мы смогли, конечно же, развести не все категории проблемной населению, но, тем не менее, мы смогли дать около трех тысяч продуктовых наборов, в том числе и благодаря фонду Оксаны Марченко и Виктору Медведчука. По территории округа мы раздали гуманитарный груз продуктовый, чтобы люди все-таки меньше по территории ходили, блуждали в это тяжелое время коронавируса. Смотрите, в Казахстане это государственная программа адресной помощи продуктовая. У нас, по сути, это инициатива отдельных общественных деятелей политических партий. Правильно получается? Конечно, абсолютно. Мы, кстати, обратились в городские советы, и многие городские советы нас поддержали, чтобы на сессии городов выделить средства на приобретение тех же продуктов. Ну, вот, допустим, город Дружковка 600 тысяч гривен смог выделить на приобретение этих же социально защищенных слоев населения. Это как бы очень похвально. И вот общими усилиями мы, если по сегментам, сможем фактически все население таким образом перекрыть. Вы знаете, что там часть АТБ помогла, часть другие структуры, которые смогли поучаствовать. Поэтому я думаю, что, как говорят в Грутоме, легче эту проблему будет решать. Как всегда, знаете, у нас в Донецкой области всегда было так. Когда какая-то проблема, все решают сами же местные люди, местное население, местный бизнес, местные общественные деятели. Центральная власть вроде как и пытается что-то. Но мне кажется, знаете, я вот смотрел ситуацию, связанную с 22 марта, да, вот с момента закрытия фактических ограничений области с той или иной стороны. И мне кажется, что центральные органы власти в лице и Министерство реинтеграции, да и вообще все системы, и архитектонники органов управления Донбассом, они не очень хорошо понимают серьезность ситуации. Когда вот закрывать блокпосты, а у меня знакомая ехала на операцию по удалению опухоля из Донецка, 26-го, должна была в Киев приехать. И закрывают блокпост, вот что делать человеку, да? Никаких мер никто не разрабатывал. Плюс в Дружковке, наверное, же много переселенцев живет, я так понимаю, правильно? Конечно. У вас самый протяженный фактически округ, если я не ошибаюсь, да? Да, это выпало около 100 километров сегодня протяженность от конечной точки Константиновского района до конечной точки Покровского района, около 100 километров расстояния. Поэтому, конечно, география влияет, сказывается очень негативно, потому что добраться до населения, повстречаться, плюс ко всему ограничения на встрече на сегодня тоже очень негативно сказывают. Но если посмотреть в целом по географии Украины и, скажем так, поражению коронавирусом в наших областях, то Луганская и Донецкая областях находятся в наиболее лучшей ситуации, потому что мы оказались на краю областей. По-какийски мы знаем, что экспорт, кому попал, больше всего вошло с территории Европы, у нас меньше всего здесь зарубичан оказалось, и с территории России. С территории России у нас тоже на сегодня не так много зарубичан, которые вернулись на территорию Донецкой области. Поэтому меньше всего прожурные области. Плюс ко всему неподконтрольная территория на сегодня сейчас наглухо закрыта, мы не проездная область оказались. Поэтому, конечно, нужно учитывать этот момент и то, что на сегодня начали открывать те же торговые объекты, эти рынки. Я думаю, что не огульно нужно по Украине открывать, а открывать те области, которые наиболее подконтрольны и корректируются той же областной администрацией, местными советами. Чтобы можно было мониторировать ситуацию более детально. Вот как раз наш регион в это направление попадает очень конкретно, и мы можем посмотреть эти города, где на сегодня, скажем так, точечные выпады, разовые, именно как раз из-за приезжих. И локально обеспечивая это, мы сможем, конечно же, в первую очередь открывать направление торговли, бизнеса, других точек развития. Валерий, а что делать после, ну, в поздний период коронавируса? Мы с вами, люди, смотрим стратегически наперед, экономические, политические последствия. Понятно, коронавирус рано или поздно закончится. Но я думаю, что он поменяет не только мировые тенденции, и внутриукраинские, и региональные в том числе. Что, то 2-3 момента, которые уже нужно сейчас сделать для того, чтобы улучшить ситуацию в области, которая и до коронавируса не очень хорошая была. Вы знаете, вот вы подняли очень злободневный вопрос. И еще в 2014 году, значит, мы об этом неоднократно говорили, и повторимся еще раз. На сегодня Дружковка – это 9 намерских предприятий, градообразующих. Они не только градообразующие, они являются монополистами некоторых отраслей и по Украине в целом. Дружковский метизный завод – единственный, кто выпускает металлический крепеж для железной дороги. В целом по Украине. Вообще их было два в Советском Союзе. Это Череповец, который работал на Россию и другие страны СНГ. И Дружковка – это те, кто работал, закладные болты, костыль железнодорожный, то есть узкопрофильный сегмент. Фарфоровый завод в Дружковке остался один на Украине из 16. Фарфоровый завод, который является эксклюзивным. Машиностроительный завод – крупнейший в Европе предприятие, которое занимается горно-шахтным оборудованием, подземной выработкой. Комбайны, крепи, инградомкраты – то есть все, что необходимо для шахт. И вот они были ориентированы, эти заводы, на все страны СНГ в советское время, когда они строились. Когда в 2014 году эти моменты начались у нас с проблематикой на Востоке, мы почувствовали, насколько у нас просила экономика. Это тогда у нас был первый удар, который ударил не только по Дружковке, а в целом по всей территории и Донбасса, и Украины. И до сих пор мы не можем остановиться с 2014 года. Поэтому коронавирус на сегодня добивает экономику Дружковки, Константиновки и других городов. Потому что те связи, которые уже хрупко начали налаживаться с Европой, они начали тоже разрываться уже. И я думаю, что больше всего пострадает в этой ситуации именно Донбасс. Потому что мы пострадаем не просто. Я, как я уже говорил. Валерий, в феврале была утверждена стратегия развития Донецкой области губернатором. Понятно, что той стратегии не предупреждали, не предвидели такие глобальные угрозы, как коронавирус. Что делать в ближайшие месяцы надо? Я тоже экономист, как и вы. И давайте мы посчитаем. 50 дней у нас уже идет ситуация, связанная с карантином. Значит, мы в ближайшие 10 дней, я думаю, что будем в таком состоянии не меньше. Пока выйдут предприятия, работники на работу, пока заработает сбыт, мы действительно можем реально посчитать уже ущерб, который нам нанесем. 52 недели – это круглый год, да? Если разделить на 100, мы получаем 2%, практически 50 на 100. Значит, 2% ВВП – это одна неделя. Значит, на сегодня мы уже потеряли 8 недель. Умножаем на 2 – это 16. 16% ВВП уже мы потеряли на протяжении нашего года. То есть объем реализации продукции своей. Для них мы уже однозначно не восстановимся никак. Плюс ко всему, тот месяц, который мы будем раскручивать, еще можно спокойно умножать на 2. Вот 25% – это то, что уже у нас утеряно, фактически, за 3 месяца карантина будет. То есть элементарный экономический расчет показывает масштаб серьезный, правильно? Масштаб, который мы уже в этом году не доводим. Мало того, значит, на сегодня я, как член бюджетного комитета, вижу, что, принимая госбюджет, значит, 66% – это возвратная сумма, которая необходима будет внешним и внутренним территориям уже в этом году. И самая большая сумма ложится на май месяц. Представьте, значит, 66% – это 2 трети нашего бюджета. Только нам. Мы говорили неоднократно, что, ребята, значит, нам нужно сейчас плотно работать с МВФ. 25 стран МВФ простил свой внешний дух. Мы не попали в этот список 25 стран. И фактически нужно было, начиная с президента, премьер-министра, плотно поработать, хотя бы не, чтобы нам простили, хотя бы сделали рассрочку по этим долгам на следующий год. Нам самые проблемные месяцы – май и сентябрь, которые необходимо будет по расчетам пережить в этом году. Фактически у нас нет доходной части бюджета. То, что я назвал 25%, это понятно, что полностью будет просадка. Был просажен январь и февраль. Еще эти три месяца, фактически мы валим уже полгода. Просадка будет по таможне, не только по налогам, а и в целом по таможне. И, я не знаю, у нас мы подтягиваемся, как никогда, очень близко к дефолту подошли в этом году. И спасти у нас может только плотная работа с МВФ. Если мы сейчас не войдем в кредитную какую-то льготную программу, значит, я не вижу выхода из кризиса вообще в этом году. И то, что сегодня предлагает областная администрация, значит, если не будет на уровне страны программы выхода из кризиса, значит, областя сами самостоятельно ничего не смогут в этой ситуации сделать. Потому что нужен комплекс вопросов. И налогообложение, и микрокредитование. Значит, это должна быть комплексная программа на уровне страны. А области уже должны тогда плясать уже от глобальной программы, которая будет приниматься в стране. Валерий, смотрите, вот при предыдущем режиме политическом, к которому я крайне негативно относился, потому что я считаю, что он выстроил дискриминационную систему по отношению к региону, по многим направлениям к переселенцам, то фактически были созданы определенные административные ограничения в регионе. И это воздушного пространства, и облсовет 10 лет не избирается. Я, кстати, действующий помощник депутата облсовета еще с 2010 года. Я уже про это все молчу. Какие меры нужно сейчас снимать, чтобы чуть-чуть воздух дать региону, понимаете? Потому что еще к этому дополняется карантинное ограничение, еще и экономический кризис. И тогда вообще не понимаю, как в этих условиях можно стабилизировать ситуацию. Ну вот, Андрей, давайте мы еще раз проосуждаем. Что характерно? Значит, парламентские выборы проводили территории, которые подконтрольны под ВЦА, ВСЦА, проводились президентские выборы, но не проводились местные выборы. То есть для чего это делается? Это искусственно ущемляет права людей на принятие этого решения на территории ВСЦА. Это первый вопрос, который нужно сейчас поднимать. И поднимать для того, чтобы люди получили полный комплект своих прав согласно Конституции Украины. Конечно. Вы правы, что областные советы. Значит, есть сегодня больше половины области, которые должны работать и выполнять свои функции. Есть, кстати, депутаты действующие, которые избраны тогда еще были от этих районов. Да. Однозначно. Значит, и на сегодня есть уже ряд городов, в том числе город Дружковка, Констиновка, которые этот опрос поднимают. Первое. Создание ассоциации городов Донбасса, которая когда-то на территории Донецкой власти работала до военных действий. Возобновление работы или по новой формуле начала работы. И второе. Конечно же, пролоббировать вопрос, чтобы прошли выборы областного совета через территорию Донецкой власти подконтрольным. Если не получается включить неподконтрольную часть, то хотя бы давайте будем работать с подконтрольной частью. Как вы считаете, Валерий, а кто будет против этого? Кто этому будет противодействовать? Значит, я думаю, что на сегодня, если сделать расчет тех электоральных направлений, то мы прекрасно понимаем, что большинство населения, я не буду хвалить сегодня нашу партийную силу, но мы делали срез, на территории Донецкой области это почти 60% голосуют за ПЗЖ. Как бы это хотелось или бы хотелось, но тем не менее это наше электоральное поле. Вот противники этого направления будут, конечно же, воспрепятствовать, чтобы областной совет не был в этот окрас сегодня окрашен. Я думаю, что вопрос о реанимации... Я, кстати, поднимал его. Я общался с Третьяковым, действующим депутатом облсовета. Я общался со многими людьми. Я в большинстве своем, от наших земляков, от людей из Донбасса, никогда не слышал протеста против реанимации и работы совета в той или иной степени. Потому что можно реанимировать либо как-то действующее аккуратно, либо переизбрать, сделать новое. Но самое интересное, что власть, центральная власть Киева, они не так и не так не решают. Они все пытаются сделать, чтобы как-то сохранить эту административную систему, гнилую административную, гибридную административную систему управления регионом, которая была создана, создавалась по политическим соображениям в течение последних пяти лет. И обидно то, что ее не ломают. Хотя сам президент, мне кажется, искренне хочет изменить ситуацию. Это мое личное мнение. И вот эта прослойка, которая осталась, она, естественно, не заинтересована. Поэтому я им издал вопрос, кто против. Я думаю, что тут не только против люди, ваши оппоненты политические, а тут против отдельные люди, которые в регионе находятся еще старых времен, понимаете, которые хотят сохранить определенную систему управления. Вот это проблема большая, которую нужно решать. И я думаю, что в этом контексте рано или поздно власть должна пойти на понимание ситуации. Потому что реанимация облсовета нужна не для того, чтобы избрать людей какой-то политической силы куда-то. Это нужно для развития региона. Правильно? Абсолютно. Тут я в этом контексте. Правильно? Андрей, абсолютно верно вы говорите. Но что на сегодня мешает нашему президенту? У него полностью кабинет министров под ним. Верховная народа с таким большим разрывом голосов принимать любые решения может. Кто и что ему мешает в этой ситуации? Для того, чтобы принимать правильные решения для развития страны. Нужно набраться воздуха и принять волевое решение для того, чтобы было сделано так, как это хочет президент. У него сегодня, я подчеркиваю, есть для этого все возможности. И не нужно показывать пальцем ему ни на кого другого, что кто-то ему мешает. Ни на олигархов, которые на сегодня пытаются свою кину в этой ситуации крутить. Я думаю, что надо брать с других стран, когда в кулаке есть вся сила власти. И принимать уже те решения, на которые ты пришел, гарантируя их исполнение, когда ты шел на выборы. Я думаю, с таким подходом нужно поступать в первую очередь. Хорошая рекомендация. Валерий, вам спасибо, что включились из Дружковки, что нашли время. Вы у себя в родном районе знаете ситуацию. Спасибо, что оперативно ее разъяснили, объяснили. Подняли не только районные и региональные, а общегосударственные проблемы, в принципе. Я думаю, что будем на связи с вами, периодически контактировать по тем вопросам, которые необходимы для развития региона. Вам спасибо. Спасибо, Андрей. Счастливо. До свидания. Продолжение следует...